Креативная борьба со спаиванием населения на селе. В Таншаевском районе неизвестные мстители, скорее всего родственники алкоголиков, установили рекламную конструкцию, выдающую тех, кто по мнению сельчан торгует бодяжным алкоголем. Короче, деревня Большие Силки. Смотрите, какая очень увлекательная акция. С 1 по 10 октября в нашей деревне для пенсионеров-инвалидов проходит акция 4 фунт-пырика по цене 2. Короче, указано, где можно купить, и, наверное, пробники, что ли, какие-то. Здравствуйте, Вячеслав Егорович, у вас акция еще действует? Кто? Акция еще действует? Ну, даете, а! Пришли, да? Да. А вы спросите того, кто писал. Кто это написал, это доведенное до отчаяния, либо это жена какого-то употребляющего, наверное. Когда муж вместо, например, того, чтобы нести домой зарплату, унес деньги за проданные в территорию к соседке. Нет, никогда не продавал. А почему тогда про вас такое написали? Ну ведь по злу, по злу. Почему по злу? Они без конца, наверное, продают, и сейчас ходить купить. Мы их и так всех знаем, без всяких писулек. У кого-то бизнес, у кого-то горе, может быть. Тут палка с двух концов. Женщины-то, которые, тем более здесь работы нет, и мужья пьют, это же очень тяжело в семье. Наверное, людям должно стыдно было, кто продавал, продает. Ну, это, знаете, лет пять назад. Было дело? Да. Закидывал самогонкой. Тогда шкаликов, по-моему, не было. Не хватало денег. Так спиваться он и так будет. Не оформлять и шкалики, так в другом месте что-нибудь найдут. Пусть гуляют. Торговля бодяжным алкоголем из-под полы является уголовно наказуемым преступлением. Если удастся доказать оборот более 100 тысяч рублей, то продавцов может ждать не только крупный штраф, но даже лишение свободы на срок до трех лет. Пусть гуляют.